Как повысить доходы муниципальных бюджетов и на чем следует сделать акцент? Так называемую дорожную карту сегодня делают все главы муниципальных образований. Этот документ поможет определить направление, по которым будет жить населенный пункт в ближайшие годы. В нашем сюжете главы рассказали, что необходимо сделать для развития поселка и чем может заниматься население. Валентина Чибичек с подробностями. Бюджеты муниципальных образований формируются за счет окружной казны. Как таковой, своей прибыльной строчки поселения не имеют. В апреле прошлого года Игорь Кошин предложил главам поселений подумать над тем, как помочь своему поселку перейти на новый уровень развития и составить дорожную карту. Она должна включать план развития поселка на ближайшие 10 лет. Глава Коткинского сельсовета считает, что первоначально надо обеспечить поселок необходимой инфраструктурой. В плане, допустим, на 2015-2016 год основными мероприятиями, которые должны произойти в Коткино, это не только по моему желанию, но и с обращением к гражданам. Потому что я собирал сход, узнавал тоже их мнение, что нужно сделать в первую очередь. В первую очередь это нужно замена линий электропередач, трансформаторных подстанций и реконструкция дизельных электростанций. Второе – это строительство жилья. Помимо жилья и социально значимых объектов, во многих поселках нет работы. Производство на селе ограничивается лениводством, разведением крупного рогатого скота и частной ловли рыбы. Новый вид экономической деятельности способен добавить лишнюю копейку в бюджет и дать людям возможность зарабатывать. Можно было бы шкуры сдавать, песцов, лиф. Тоже это как-то заняться этим. Песцов-то много сейчас стало. Но это опять-таки сезонно. В том плане развивать также обувь можно было бы. Извини, шкуры. Заготовки делать. Пустите конвейером. И производство уже за границу округа куда-то сбывать в Россию. При создании новых рабочих мест не стоит забывать и про подготовку кадров. На территории округа есть три учебных заведения, которые готовят специалистов разных групп профессий. На сегодня поставлена задача посмотреть вопросы развития образования, специфики образования в каждом селе, что необходимо для данного села. И второе это какие специалисты нужны будут на селе, что нужно готовить и с точки зрения профобразования, кто нужен. В конце февраля в населенные пункты отправят опросники. В них можно будет оставить свои пожелания и предложения по развитию родного села. Ведь только коренной житель лучше знает, чего ему не хватает.